Добро пожаловать к нам на канал! На сегодня мы собрали следующие новости. Появились свежие подробности грядущего патча для Genshin Impact. BioWare выпустили новый кинематографический тизер Dragon Age Dread Wolf. Стример Людвиг проведет новый турнир по Super Smash Bros. и многое другое. Netflix назвали дату премьеры второго сезона аниме-адаптации манги Путь Дома Хозяина. Продолжение должно выйти на стриминговом сервисе 1 января 2023 года. Напомним, сюжет оригинала рассказывает о приключениях бывшего якудзи Татсу. Microsoft анонсировала новое мероприятие IDXbox Winter Game Demo Event. Оно пройдет с 6 по 12 декабря. В течение этой недели компания откроет доступ к демоверсиям более 20 проектов для Xbox One и Xbox Series. Полный список игр представят в первый день ивента. Sony Pictures объявила дату премьеры нового трейлера анимационного фильма «Человек-паук. Через вселенные 2». Ролик обещают опубликовать 13 декабря. Вместе с этим компания показала новый кадр из ленты. Напомним, ее выход ожидается 2 июня 2023 года. Студия Drive выложила свежий тизер спин-оффа сериала «Коносуба» под названием «Одаривает этот замечательный мир взрывами». В ролике представили персонажей из грядущего проекта, а также озвучили премьерное окно апрель 2023. Напомним, шоу расскажет о приключениях Мегумин, одной из героиней оригинального аниме «Коносуба». Авторы DNF Duel анонсировали релиз файтинга на Nintendo Switch. Он станет доступен на гибридной консоли весной 2023 года. Точная дата пока неизвестна. Помимо этого, разработчики готовят большой патч Grand Balance Patch. С его выпуска в игре планируют усилить более 100 умений, увеличить здоровье у всех бойцов, а также улучшить систему воротов. Expensive Worlds выпустили трейлер грядущего контента для The Hunter Call of the Wild. Так, 6 декабря должны добавить альпийский заповедник, косметические предметы, улучшение производительности, а также для PS5 и Xbox Series повышение частоты кадров до 60 в секунду. Разработчики Genshin Impact поделились новыми подробностями патча 3.3. В первую очередь опубликовали подробное описание коллекционной карточной игры «Священный призыв Семерых». А именно, рассказали об условиях открытия доступа к механике, о расположении игровых зон на доске, в принципе составления и использования колоды, там же перечислили и типы карт, персонажи, экипировка, события и поддержка. Помимо этого, описали подготовку к дуэли и основные геймплейные моменты. Далее авторы выложили свежий тизер «Странника», показав его боевой стиль, и объявили четырехзвездочных героев с оружием из баннеров первой половины патча. Ими стали пиро-каталист Ян Фэй, геолышник Гора и анима-лучница Фарозан, а также двуручный меч краснорогий камнеруб и катализатор воспоминания Тулай Туллы. Релиз обновления ожидается в среду, 7 декабря, в 6 часов утра по московскому времени. Организаторы The Game Awards 2022 выпустили трейлер событий. В нем показали как уже вышедшие, так и грядущие проекты, которые могут появиться на шоу. Напомним, мероприятие пройдет в ночь с 8 на 9 декабря в 3 часа 30 минут по московскому времени. BioWare опубликовали кинематографический тизер Dragon Age Dread Wolf, посвященный магу-эльфу Солосу, одному из компаньонов Dragon Age Inquisition и главному антагонисту в будущей игре. Также было отмечено, что сейчас Dread Wolf находится в активной стадии разработки, но пока студия не готова делиться деталями или релизным окном. В связи с этим ее не планируют показывать на The Game Awards 2022. Нил Драгман и шоураннер сериала The Last of Us сообщили свежие подробности. По их словам, в шоу войдут некоторые моменты, изначально написанные для игры, но не побавшие в ее финальную версию. Помимо этого, зрителям пообещали ряд неожиданных событий. Напомним, премьера сериала The Last of Us должна состояться 15 января 2023 года. Известный стример Людвиг объявил о запуске нового турнира по Super Smash Bros. с названием Skaf World Tour, взамен недавно отмененного Smash World Tour. Соревнование пройдет 18 декабря. Его главной целью станет сбор средств для поддержки видеогейм-буткэмп, интенсивных курсов программирования для видеоигр. Призовой фонд составит 50 тысяч долларов. Напомним, ранее Nintendo отменила неофициальный турнир Smash World Tour. По словам организаторов, это произошло из-за несоответствия стандартного здоровья и безопасности участников, а также нарушения рекомендаций по бренду и интеллектуальной собственности. В то же время сама компания опровергла это заявление. По их версии, это решение самих организаторов. Лего анонсировала набор по франшизе «Форсаж» с автомобилем Nissan Skyline и фигуркой Брайана О'Коннера. В комплект войдут 319 деталей конструктора. Старт продаж ожидается в марте 2023 года. Рекомендованная цена составит примерно 20 долларов. Благодарим, что досмотрели до конца. Будем рады, если вы оставите лайк и комментарий. А также не забывайте подписаться, если этого еще не сделали или же впервые у нас. Также снова напомним про наши ТикТок и Телеграм-каналы. Ссылки на них в описании. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok